привет сегодня будем работать с классом frames здесь у нас будет один тест который проверяет наличие этих фреймов мы здесь поработаем с переключением на эти фреймы вот ну достаточно тоже такая важная тема потому что много бывает вот этих фреймов в которых что-то происходит и нужно проверять либо там кликать какую-то функциональность внутри этих фреймов но и соответственно нужно уметь на них переключаться поэтому тоже интересно такая практика вот я как всегда начинаю для тех кто первый раз здесь на канале попал по этому видео подпишитесь поставьте лайк обязательно и смотрите начните видео смотреться пролога если вам просто захотелось узнать что тут как каким образом работать с фреймами и вы не собираетесь писать фреймворк полноценный но писать в проект для портфолио то обязательно да просто можете смотреть и в принципе что-то полезное здесь я думаю вы найдете есть канал в телеграме чат телеграме где мы можем пообщаться обсудить какие-то вопросы ну либо пишите здесь на ю тубе в комментарии так и то вот у нас так ну значит здесь пейс пейдж надо локаторы сделать нам сразу возьмем здесь сразу же сделаем локат вам два локатора наш 22 значит этих фрейм фрейм вот на значит первый фрейм айди фрейм один так она будет пусть называться у нас в здесь у нас будет айфрейм не то айфрейм 2 ну в принципе да ничего особенного ничего исключительно вот назначить все готово по локаторам сейчас мы это все дело заимпортируем тут тоже надо тоже надо в чем проверка будет у нас заключаться в принципе ничего сложного я сделаю это в один метод просто через if else даже без else просто через их буду к ним обращаться чтобы немножко сократить но можно также делать на два разных метода переключения в общем смотрите у нас что здесь нужно как нам проверить что фреймы они тут есть но мы здесь ничего не делаем я просто хочу сделать проверку что у нас фреймы существует что они содержат этот заголовок что они как проверить что они во первых разные существуют мы не буду брать их размеры вот поэтому начнем со следующего метод будет у меня один чек фрейм проверить фрейм и здесь будет у нас номер 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 фрейм номер фрейма и сразу будем я буду делать по первому например фрейм нам у нас будет равен как же как же сделать наверное пусть будет фрейм фрейм один и вот если у нас фрейм один что мы делаем мы во первых назначаем фрейм ищем его то есть он должен быть у нас present мы с ним ничего не делаем нам достаточно значение в дом элементе далее мы тут делаем локатор first frame окей поняли теперь нужно взять высоту и ширину как вы можете понимать это параметры как with фрейм фрейм и здесь мы берем замечательный get a 3 бьют get a 3 бьют с таким же соответственно название далее мы делаем хейт все у нас здесь есть уже ширина и высота чисто для проверки мы сделаем вид и здесь пишем фрейм пейдж чек фрейм фрейм один и запустим посмотрим что у нас получится получили 500 пикселей и 350 пикселей давайте проверим так это или не так вот у нас фрейм вы 500 пикселей из 350 окей готово нижний соответственно у нас давайте посмотрим сразу чтобы понятно у нас здесь 100 на 100 окей далее переходим далее нам нужно взять текст оттуда для этого мы для этого мы используем self-driver если вы делали прошлые уроки и исправили ну не то что исправили а дополнили то есть вы использовали свечту на фрейм или там на винду делали отдельный метод в base page такая же история вы можете это сделать отдельно чтобы это лежало в base page и свечту фрейм здесь мы переключаемся на фрейм и тут мы должны показать то есть у нас свечту фрейм свечту фрейм каким образом смотрите можно сделать можно фреймным можно по индексу а можно использовать драйвер find elements то есть там тег нейм по айфрейм находим но у нас уже есть локатор то есть можно здесь добавить просто локатор я просто беру и пишу фрейм то есть добавлю а сразу вот это вот сюда укажу что нам нужно свечнуться на вот этот фрейм и далее нам нужно оттуда взять текст а но обычно мы брали допустим делали как можно еще помимо где у нас получается нас получается h1 айди сэмпл хейдинг и также h1 сэмпл хейдинг у нас ну здесь тоже все довольно просто у нас здесь уже есть подобный локатор title new а здесь у нас будет называться например title фрейм все и это момент у нас готов и поэтому я говорю что после того как мы вот это все дело взяли элемент из презент целых локаторс текст точнее тайтл фрейм берем отсюда текст и ну наверное наверное все а нет не все ну точнее вот смотрите как смотрите как допустим все допустим все и черт и мне нужен массив я хочу чтобы у меня был текст вы и получили теперь смотрим сюда здесь мы получаем сразу ну какой-то допустим резалт окей print print резалт давайте запустим посмотрим что у нас будет что мы получим ну по идее мы должны получить как вы понимаете текст и значение вот мы получили массив с текстом this page sample page 500 350 окей окей а теперь я вот это все копирую и если у нас айфрейм 2 все абсолютно то же самое только здесь мы выбираем секонд фрейм тайтл фрейм и так далее у нас остается без изменений и здесь я хочу то есть пусть будет резалт фрейм 1 и резалт фрейм 2 и здесь уже резалт фрейм 1 и резалт фрейм 2 и опять запускаем смотрим что мы получим получится пройти или нет этот тест так что-то не очень понятно ошибка мы не дождались чего мы не дождались из present где здесь соответственно фрейм такте у нас тут фрейм от и не исправился так еще раз еще разочек опять фрейм один фрейм 2 проверяем опять ошибка что же произошло снова смотрим где у нас это лежит проблема present ака смотрите мы попали ошибку почему как бы казалось бы мы же present сделали какая разница видно его не видно а дело в том что мы не переключились назад дефолтный контент после того как мы сделали какие-то процедуры с одним фреймом мы должны обязательно выходили дефолтный контент потому что второй фрейм он лежит не в первом а он жить на основной странице и поэтому перед всем вот этими процедурами точнее после всего мы должны сделать так дефолтный контент для чистоты тесты я добавлю сюда хотя принципе он здесь конечно не нужен и теперь запустим тест еще раз и и теперь у нас все отлично прошло мы получили сто пятьсот триста пятьдесят супер раз ой два здесь раз два и что мы делаем принципе вы этому все понимаете что мы делаем мы просто берем и указываем раз и указываем два пожалуй я сразу использую добавлю негативное выражение то есть у нас там does not exist и запускаем смотрим бум все тесты прошли и так у нас здесь все готово окей окей frame window push все готово тест у нас закончился и так приведите свои мысли в порядок выпить и чай кофе и обязательно возвращайтесь